Здесь собираемся, раздеваемся, хлюпаем, пьем, блудец ждем, когда придут. А что нам за это будет? Вот какой вопрос. А как дела? Это стандартно. Вы просчитали, как знакомство заводить? Я знаю, что будет тем, кто плохо себя ведет. Только не ругаться. Я смотрю, ты старовер? Не ругаться только. Вам обо мне не говорить не надо. Ну я старовер, что дальше-то? Ты остался такой же раздетый и ждешь блудницу. От этого ничего не меняется. Ну, слава Богу, хоть один, говорит, одетый. Процентов 50, голая. Рукоблудием занимаются. Мусульман тут процентов 85. Батя, а ты где находишься? Я нахожусь в своей комнате. Город Барнаул. Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. 81-й год идет мне. Ну, доволен? В здании? Ну, доволен. Я ничего не скрываю и говорю. Я же вас не спрашиваю, как твои дела. Я же вижу, раз ты здесь находишься, ты с другой целью. Я пришел сюда, как православный проповедник, рассказать людям, возвестить волю Божию, что великий дар Бог дал, умер, Сын, Иисус Христос, за наши грехи, чтобы верою получили спасение. Ни один развратник в царство Божие не войдет. Он будет в огне мучиться с сатаной в бесконечные веки. Вот это вопрос, вот это новость. А я знаю свою судьбу, Батя. Я не переживаю. Ты мне ничего нового не расскажешь. Да. Знаешь, хорошо. Для вас кем является Иисус Христос? Боженькой? Вы не ребенок пятилетний. Конкретно кем? Как? Иисус Христос был человеком. Сын Божий. Вы не можете сказать конкретно? Допустим, вот я показал вам Библию. У вас есть дома книга Библии? Была. Была. Я не дома, нах... Ее нету. Значит, вы не знаете волю Божию. А книга эта говорит, да не отходит книга всей от уст твоих. Но получается мне день и ночь. Мне примерно 250 человек здесь в рулетке сказали, Библия есть. И ни один не может показать. Один ребенок показал детскую Библию. Ребенок. Ни у кого ничего нету. Одна ложь. Брехуны стопроцентные. Я говорю, я не дома. У меня дома лежит Библия. Ну, не дома, это другой вопрос. Но вы могли ответить, кем является... Верующий ответит. Для меня Иисус Христос является спасителем мира, который умер из-за мой грех. Это мой пришел спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причистой. Смыть молю. Да, смыть молю. Это Иисус. Я перед Ним пристану, тогда я за свои грехи попрошу, чтобы... А там нету написано, явится не для прощания грехов. Вы обманываете самих себя. Апостол Павел пишет, и во второй раз явится 9.28 послания к евреям. Явится не для прощения, но для осуждения мира. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Играть не надо с этим, дорогой человек. Вот вы, если хотите больше узнать, вы зайдите в скайп и зарядите Игнатий Лапкин. Я вам скину наши ресурсы, которых нету в интернете даже. Не просто ресурсы, а суперактивные, великие и нужные. Хорошо, объясни, пожалуйста. Сейчас запишите, Игнатий Лапкин, запишите. Потом объяснять буду. Ручки запишите или как? Секунду. Пожалуйста. В скайп, я повторяю, в скайп. Игнатий Лапкин. Лапкин? Лапкин, Лапка, уменьшительно от слова Лапа. Лапкин. В скайпе. Я вам скину наш Ютуб, сайт, форум, ну и все остальные ресурсы. Бать, вот коль ты так Библию хорошо знаешь, коль ты читаешь ее, как я знаю, выучил. 57 лет. 57 лет занимаюсь. Есть еще одна, читая книга. Еще говорю, я занимаюсь Библией 57 лет. Библией занимаюсь 57 лет, живу ею. Хорошо. Есть Коран. Почему Коран за свою историю ни разу не переписался, а Библия трижды? Посмотрите. Переписывали так, что если пишет слово Бог, даже если война, он не имеет права обернуться. И на каждой строчке, сколько букв, в конце строчки букв пересчитывались и ставилось 56 букв, 57. Если найдено было две ошибки, весь свиток уничтожался, а свиток полный написать Библию 20 лет рабочего труда. А вы говорите, Господь сказал, я бодрствую над словом моим. Иисус Христос говорит, небо и земля исчезнут, пройдут, но слова мои не пройдут. Ни одна черточка, ни одна йота. Я могу сказать в Библии сколько буквок, сколько запятых. Это моя наработка. Сколько раз ее переписывали, ни разу ничего не изменили. Ни разу ни одной буквы, ни одной черточки. Вы даже не знаете, как. Вот, допустим, люди не понимают другого языка. Библия на каком языке была написана? Даже не это они могут ответить. Новый Завет. Ну, скажите, Новый Завет на каком языке написан был? Оригинал. Ну, не знаете, не буду ждать. Первый Матфея Евангелия на арамейском, остальное на греческом. Но мы-то не знаем. И вот перевод делает на русский язык. В 1876 году. Четыре духовных академии. В 1876. А они переводят такие переводчики. Допустим, Герасим Петрович Павский. Он писал учебники для еврейских школ. То есть выше этих знаний нету. Это называется кентавры. Ну, как Набоков. Для него, что он английский, что русский, одинаково он пишет свои лолиты. Этот пишет. Господь в умах. И вот их собрали таких. Хвольсон, Данил Абрамович. А кто это такой? Доктор Блейбцевского университета. Еврей, принявший православие. И теперь эти переводы, которые дают, одно и то же. Поступает в Синод. В Синоде три дня присутственных, когда там собираются они. И один день посвящены просмотру поступающей системы перевода Нового Завета и Ветхого. И смотрят, как по-арабски это, как по-латыни, как по-еврейски, как греческий четыре перевода. И как святые отцы эти слова толковали. Это труд, не поддающийся обзор. Я сам, по милости Божией, в 23 года обратился. В это время я занимался на семи языках. Мне Бог дал знания. А кому дано знания, кто любит Бога. И я скажу, что мои знания, это мизерная мошкара. Хотя я у немцев поступаю и говорю проповедь на немецком языке. Встречаюсь с англичаном и сам заметил, за час беседы две ошибки допустил. А мои знания, если я критически смотрю на это с теми. Вот я разговаривал с Александром Менем, природный еврей. Там знания энциклопедии, его зарубили там где-то, смещенник. Я говорю, отец Александр, вы могли бы переводить вот как Павский, Хвойсон там, Архимандрит Макарий, Глухарев. Он вот так от меня даже. Да вы что? Он с еврейскими оригиналами работает? Еврей? Он вот так вот. Нет. Таких переводчиков нет. Ни одна буква не потеряна. Ни одна. А вы страдите с Кораном. А Коран со всех брали, что нравилось, то туда и вставили. Их нравственность, которая там в Коране и наша, они близко не стояли. Близко не стояли. Почему? У нас, если смотрит человек на женщину с вожделением, с пожеланием, вот бы где-то отдельно, я бы с ней. Называется прелюбодеем. Вот как. А у них четыре официально. Четыре одновременно жены могут быть. Если пято... А это нормально? Ну нормально. Ничего нет. У Соломона было 300 жен, 700 наложниц. У князя Владимира 2000. Нормально. Если у него все надутое. Но мы говорим о христианской нравственности. А Библия, которая открыла нам, смотрит на женщину. Не написано. У них как? Война? Меч? Не так голову отрезал. Беслан? Норд-Ост? Это все их. А у нас как? Ненавидящий брата. Я под одеялом лежу и думаю, что бы ему повылось дал. Есть человек-убийца. Господь внутреннее судит. А то нам не с чем сравнивать даже. То, что Христос принес. Но главное, Он умер за нас. Он жизнь отдал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий Нью не погиб, но имел жизнь вечную. И не пришел Сын Божий судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Всякий, делающий добро, идет к свету. Ненавидящий свет не пойдет. И дальше поясняет. Я читаю 3 глава 16 стих и 17 Евангелия от Иоанна. Вот как всякий лжец в огне будет мучиться. А у них ложь на каждом шагу. От начала до конца. И они это не ищут, но лишь бы только достичь цели, обмануть. У нас настолько все разное. Даже вот почтение к старшим. Как они соблюдают женщину. Она девственница до бракосочетания. О, здорово. Содружество такое друг за друга. Так у нас это превыше этого. Превыше. Написано, Павел говорит, хорошо человеку не касаться женщин. Даже не прикасаться. У них этого нету. Нету. А сколько наложниц? Хоть сколько. Официально 4 жены. Плати колым. 4. Один женится 200 раз, показали в Йемене. Но закон не нарушил. Он сразу одну выбрасывает, другую берет. А закон какой? Если он через забор кричит, а дувал называется, сплошняком, стена там стоит. Сосед, Ахмад, ты дома, дома. Я с Айшой развожусь. Слышал? Я развожусь с Айшой. Слышал? Я развожусь с Айшой. Три раза. Все, она уже в дом не имеет права заходить. Она теперь только может в дверь и выйти на улицу, и все, никаких обязанностей перед ней не будет. Вот как. Да какое сравнение-то у нас? А у нас так, если жена не умерла и размелись по какой-то причине, а были венчаны, со второй не имеет права жениться, а ему 20 лет, разницы нет. Один оставайся или примирись, прости. Вот ведь надо о чем думать. Но главное не это, главное, что мы имеем спасение во Христе. Мы грешники, но мы покаялись. И он омыл меня в 23 года, дал рождение свыше. Я совершенно другой стал с молитвы. Я беседовал неоднократно с мулами, с имамами. У меня Господь позволил, миссионерская поездка была, у меня 23 тома вышла. Решил библиотеке мира подарить. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтия, Катурса и Север. 650 городов и районных центров. И подарил Господь через наши руки моих книг на 35 миллионов. Разве они будут это делать? Нет. Мы были в 6 мусульманских республиках. В доме муллы ночевали. Беседы. У нас все это записано и на нашем ютубе стоит. Вы не случайно встретились сегодня. Вы имеете возможность коснуться этого сокровища. Если на сайт зайдете, сайт, это не ютуб, там 50 книг примерно насчитано моим голосом. Я сердцем это сокровище уже дотронулся. Да? Ах, молодец какой. А то только надо на первую страницу зайти, канал написать. Потому что против меня примерно 220 роликов в интернете. Я никому не принорабливаюсь. Я говорю, что в церкви идет сребролюбие. За деньги все продают. А мы строим православную деревню. Не перебью тебя. А что ты скажешь о новой церкви, новое поколение вот это? Знаете что? Чтобы сказать, надо иметь опыт. Господь Христос мне позволил создать православный детский лагерь. Трудовой. И я его начальник. Теперь уже получается 45 лет плюс 3 в ином формате. 48 лет. Я знаю это поколение. Дальше. За слово Божие меня сажали. За архипелаг ГУЛАГ я издал в первой стране. Я прошел 5 тюрем. Я знаю тот контингент. Дальше. Одновременно преподавал в 5 университетах. 13 школ. Во всех отделах милиции. Воинских частях завода пабрика. Я знаю взрослого населения рабочее. И могу всеохватно сказать. Ну и одновременно. Три радиопередачи регулярно вел составитель. Скажу, что я главный упор делаю на детей. Настолько зримо это. Тем более я даю характеристики детям. Ну не один. Допустим у нас коллектив. Там 7 человек. Я тогда общее уже суммирую. И выдаю характеристику с проглядом на будущее. Что ребенок ожидает. И ни разу не ошиблись. Ни разу. Это все в наших книгах поражено. Новое поколение. Ни в какое сравнение нельзя сравнивать. Даже вот 5 лет разница. Вот моя мама. Мама моя. Мария Егоровна. Отец Тихон Дмитриевич. Вдвоем они не окончили полкласса. А нас в семье 10 детей. 5 хлопцев и 5 девчонок. Как они могли так нас воспитывать? Мы ни разу нигде. Ни она сам слова не сказали. Не было, чтобы не послушались. И ни один нигде за плохие дела не был. 10. Неграмотные родители. Отец с фронта пришел без руки. Вот. И поэтому мать спрашивает. Как вы так детей воспитывали? А я не воспитывала. Они просто с нами работали. Работали. Мы в деревню. Мы все делали. Все умеем делать. Мы сейчас строим православную деревню с нуля. Где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Одна на всю Россию. А может на весь мир. Видите, как интересно. Молодец, Байк. На эпоху процветания твоим мыслям. Да понятно. В церкви возьми. Все продается в церкви. А мы общую образовали православное. У нас с тарелкой не ходят. Свечи ничего не продается. Крещение, вещание. Все бесплатно. Почему? Десятину ввели и все кончилось. У нас тишина. Даже ногами переступать нельзя. Шепотом ни одного слова нельзя сказать. Сравните в церкви. Проходной двор. Вот. А священник заливается. Соловьем стоит. Он не видит это. Главное не забывайте свечки покупать. Меняют машины. Пьяные давят людей. А у меня кроме старого велосипеда никогда ничего не было. Мы разные. Почему? Что-то у меня трудовой 35 лет стажу. А пенсия 8141 рубль 33 копейки. 8 тысяч. А как живете? Я голодно, не ложился. У меня Бог, который дает мне все. У меня ничего нету. Вот куда вы не глянете, что есть. Вплоть до доски последней. Это что-то кто-то принес, сделал. Я прибил. Ложись, спи. Убрал ключи. Около вокзала. Не только живу. Бомжи все приходили, спали, ели, уходили. Когда и меня дома нету. Почему? Ну, считаю, что поврежденный человек. Да нет, батья. Сердце у тебя большое. Давайте договоримся. Если я вам нужен, по скайпу зайдете. Как вас звать-то? Я Антон. Антон, значит, скажите, напишите там-то, там-то. Мы разговаривали. И чтобы я вам тогда материалы все скину. У нас идет сейчас занятие три раза в неделю по скайпу. И молитвы утренние. Я эти материалы скину вам потом. Вот, допустим, Мейл.ру у меня 22 140 фотографий. 22 тысячи. На Ютубе у меня 17 200 роликов. В Ютубе близко даже нет этого. А почему? Мы все снимаем и при том не склеиваем. Вот как говорим, так вы сами себя и увидите. Какой разговор был? С бородой вот вы. Не пьяный. Водой не хлюпайте, не пьете при людях. Одеты. А я утром помолился. Пошли, Господи, человека, которого... Ну, чтобы душа радовалась, чтобы встретить. Понятно как? Вот мы привезли. У нас все с бородами. Если на наших ресурсах, вы увидите, как одеты у нас, как мусульманки, два платка. Это русская форма, это Репин рисует, Васнецов. Ну, спасибо, Бай, за общение, за минуту уделенную. Спасибо, Христос. У меня тут уже двое на очереди стоят, звонят. Подошли. Да, занимайтесь. Заходите на скайп обязательно. Потому что, может, времени не будет. С Богом, дорогой. С Богом, дорогой.